Могу заверить, что это дело на строжайшем контроле прокуратуры области, но оно действительно очень сложное. Поскольку, чем сейчас можно доказывать чью-либо вину, если она вообще когда-то будет доказана, первое самое, что вижу я, это то, что огромное количество людей недовольны услугами одних и тех же людей. То есть, случайностью это, конечно же, быть не может. Я скажу больше, люди там работают, ранее судимые по аналогичным преступлениям, за мошенничество. Ранее судимые. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала на ютубе Вадима Серова. Сегодня 19 октября, мы находимся возле Ленинской районной прокуратуры города Воронежа. Хотим попасть на личный прием исполняющему обязанности прокурора в Ленинском районе Щербакова Алексея Владимировича. Данный визит связан с тем, что я, как потерпевший в 2018 году от лжи фирмы, нас было около 50 человек. Назови, пожалуйста, уточни, фирма какая? Фирма находилась у лица Куколкина у Перефета, но по данному адресу находились и другие фирмы. С 2016 года они каждый год периодически менялись. Меняли название, набирали клиентов, заключали договора, брали деньги, но не выполняли никакие свои обязанности. По данному факту я был два раза у Щербакова и два раза был в то время у должности господина Жузи в районном прокуроре. После того, как возбудили уголовное дело, Жузи пошел в областную прокуратуру, насколько мне известно. На повышение? На повышение. А господин Щербаков Алексей Владимирович тоже пошел на повышение. Он был помощником, а сейчас исполняет обязанности районного прокурора. Но данный гражданин, данный сотрудник прокуратуры Щербакова, меня и других потерпевших, убеждал, что здесь нет состава преступления, что они не возбудят уголовное дело, что здесь гражданско-правые отношения. И это происходило не только со мной, но и с другими потерпевшими. Он отговаривал. Сегодня мы решили прийти и задать ему несколько вопросов по данному факту. Как проходит расследование материалов уголовного дела. Ну и хотелось бы задать ему, почему он отговаривал других потерпевших, чтобы они сюда не приходили и не жаловались. Ну давайте пройдемте кабинет. И еще уточним. Вот эти ребята с Перфета, с Куколкина 11, это те же самые ребята, которые были на Алексеевске 18, бюро юридических услуг. И сегодня они на Бахмете. Вадим находится уже ООО «Авилон», продолжает свою деятельность успешно. Хочу подчеркнуть, сказать большое спасибо Вадиму Серову. Он подключился, не остался в стороне. Провел большую работу, собрал всех потерпевших. Я тоже там присутствовал. Это, если я не ошибаюсь, был, по-моему, март месяц. Вот, текущий год мы пришли туда, и после того, как приехали сотрудники полиции, мы видели, когда выводили тех людей, мы пришли, посмотрели. Вот, это те лица, которые сидели на Куколкина 11. Вот. И сейчас данная группировка работает по другим адресам. Как сказал Вадим Серов, находится на Бахмете, ООО «Авилон». По налоговой начислиться, как и юридическая фирма действующая. Ну, я думаю, там тоже самое, точно же такая ситуация, как и на Куколкина 11. Берут подставное лицо, открывают на него фирму, набирают заказы, не выполняют и уходят. Также хочу подчеркнуть, в 2019 году я выиграл суд. У меня сейчас находится исполнительный лист на 72 тысячи. В течение года я ни одного рубля взыскать не могу. Почему? Потому что фирма фиктивная. Вот. Ну, давайте пройдемте. Также хочу добавить, по данному факту, нами, всеми потерпевшими, по перфету, было написано коллективное обращение на руководителя следственного комитета города Воронежа, Леви. Вот. Мы отправили его два месяца назад, два с половиной месяца назад, но до сих пор ответа нет. Вот. Ну, надеюсь, что все-таки правда вас поджистает. Ну, по факту того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за халатность данного прокурора, к которому мы сейчас идем. Да, да, да. Почему? Потому что я несколько раз был у одного прокурора, я был несколько раз у другого прокурора, объяснял ситуацию. Люди работают не один год, предоставлял доказательства. Вот. Ну, никаких действий не происходило. Вот. Ну, я думаю, что следственный комитет даст оценку, и я думаю, что каждый сотрудник понесет заслуженное наказание. Интересно, что сейчас прокурор скажет нам? Да, давайте сейчас пройдем. Мне очень интересно. Также я подготовил заявление. Вот она у меня в сумочке, я хочу ему отдать. Ну, и хотелось бы задать ему несколько вопросов. Почему он отговаривал других потерпевших? С чем это связано? Это связано с какой-то заинтересованностью, с его неграмотностью. Вот. Ну, и также, что он неоднократно мне говорил, что по данному факту не возгодят уголовное дело. Тоже хотелось бы подчеркнуть, это связано с чем? С какой-то заинтересованностью или нет юридического образования. То есть очень много вопросов. Ну, давайте, пойдем. Можно, да? Да. Можно? Да, конечно, пройдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я пока постою. Расскажитесь, пожалуйста, на траву. Сейчас, с точки зрения. Паспорт может быть? Да. Заявление о должностном преступлении. Да. Про целесообразие было в Следственный комитет. Мы направили. Мы направили. Нет, в смысле, отказать его не могут, конечно. Ну, направьте по этому. Да. По территориальности, по компетенции. Ну, хотелось бы пару вопросов задать. Пожалуйста. По поводу перфита. Скажите, пожалуйста, на какой стадии находится вообще рассмотрение данного материала? Возбуждено вам по делу или невозбуждено? Ну, конечно, возбуждено, вы же, я думаю, знаете, об этом уже уведомляли, насколько я знаю, допрашивали. Смотрите, дело-то возбуждено, по-моему, около года назад, да, или даже как-то меньше. Вот. Расследование по нему ведется, к сожалению, громадный просто объем следственных действий. Там куча потерпевших. Вот. Они даже не все до настоящее время допрошены, насколько я помню. Вот. Единственное, чтобы, как бы, обсуждать свои нюансы, хотелось бы уточнить по поводу присутствующих здесь лиц. Существует тайна предварительного расследования, не все моменты могут просто... Можете задать вопрос напрямую мне? Это... Можете напрямую мне задать вопрос? Да, Вару задам вопрос. Хорошо. Можете, да. Общество организации дорожного контроля, Вадим Серов. Общество организации дорожного контроля. Просто смотрите, я ни в коем случае не из рядасти, как говорится, но участниками уголовного судопроизводства в данном случае вы не являетесь в этом уголовном деле. Да, поэтому все тайны я не могу просто это злазить. Ну, понимаем, вы... Мы сейчас для того, чтобы... Вот, а так дело, дело расследуется, вот... Это Татьяна Хоменковна тоже одна из потерпевших. Понятно. Полуперфейд. У меня просто вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот Жузи, который был прокурором района, он, получается, пошел в областную прокуратуру, да? Да, да, у вас еще другого есть работа. На повышение. На повышение. А как так получилось, что он пошел на повышение? Он заслужил это? Кто? Ну, Жузи. Не мне нужно адресовать. Ну, мы считаем, что он незаслуженно пошел на повышение. Благодаря ему, так скажем, преступники долгое время, ну, с помощью него, я даже думаю, так... С помощью? Ну, да. Но он же не возбуждал из уголовных дела никакие, правильно? То долгое время. Верно? Прокурором не возбуждает уголовные дела. Ну, вот он же ставит... Жузи, по иной сотрудники прокуратуры нет, он не ставит. Смотрите, он надзорный орган, верно? Надзорный орган. Он не видел состава преступления в действиях данных лиц. Жузи, как и иные сотрудники прокуратуры Ленинского района, отменял огромное количество постановлений об отказе от возбуждения уголовного дела по каждому из ныне потерпевших перфектов. Ну, они же... По жалобам отменяли. Они же не по жалобам. Он сам самостоятельно, сам отменял? Просто вот ему... Ну, кто же, кто же думает этими? Конечно, сам. Ну, наверное, с помощью жалобы определенной. Я, я же неоднократно написал. Если бы не жаловался, так бы ничего бы не было бы. Да, и вы же там не единственный потерпевший. Да, я понимаю. Так скажите, пожалуйста, почему вот, когда я был у вас на приеме... Вы помните у меня, нет? Ну, конечно, помню. Скажите, пожалуйста, почему вы утверждали, что уголовное дело не возбудит? Я не говорил вам такого. Ну, то есть, получается, я сейчас заклеветал вас? Я не знаю, кто кого заклеветал, но что уголовное дело не возбудит, я вам не говорил. Последний раз, когда вы были у меня на приеме, я вам говорил, что дело уже возбуждено. Нет, речь идет о том, что ранее вы говорили. Да, ранее. До возбуждения. У вас в Венской прокуратуре было около пяти раз. Да не можем, вы говорите, что дело не возбудит, никогда так вот скатимок. Я вам говорил, что это не очевидно, неоднозначное произведение, не с первого раза. Хорошо, Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, зачем вы отговаривали других потерпевших, чтобы они прекращали? Ну, я вот сейчас даю, вот под камеру, говорю, что вы отговаривали меня и других потерпевших. Они сейчас не могли прийти, но есть и другие потерпевшие, которые готовы дать показания. И вот хотелось бы с первого раза, чтобы я перестал бегать, чтобы я не собирал людей. Жалобы не писали. Жалобы не писали. Я вас такого не отговариваю. А у других потерпевших вы тоже не отговаривали? Никого ничего не отговаривал. Они сейчас просто не могут прийти. Те потерпевшие, которые сказали. я напомню вам просто уголовное дело вот возбуждены после отмененных нами поставлением отказе отменяли отмененных нами создание меняли связи с чем связи с прокурорским надзором нет вы проходитесь и отказывались связи с тем что я я прошу прощения давайте будем чуть-чуть гореть давайте я говорю вот потом вы будете потому что я говорю вы перебивайте мне от меня вот вы говорите что данные постановления отказывались вот направлялись на дополнительную проверку связи с прокурорским надзором это же неправильно у меня есть копии все направления ваш адрес их их просто масса а мне приходит ответ на мою жалобу что данное постановление участкового титула отменилась здесь прокурорским надзором но это же не прокурорский надзор это жалоба потерпевшего и вы были вынуждены отменить и вы отменили но вы просто сделали так что это был ваш прокурорский надзор но это же неправда зачем так делали скажите пожалуйста вам известно что по куколке на 11 с 2016 года работая работала преступная группировка почему возбудили уголовное дело после того как я записался на прием к областному прокурору почему раньше не возбуждали четыре года не действовали там по перфета потерпевших только около 150 человек если не ошибаюсь вы смотрели прокурору могу отвечать все да нажите пожалуйста диалог настроить на вежливый вот смотрите действительно уголовное дело по перфета там с перфета сфера закона праве 36 если не долго дела по этому поводу по этому факту не возбуждались во первых все процессуальные проверки которые проводились да по этим фактам носили очень длительный характер они были неполными далеко не в каждой из них содержались достаточные данные для того чтобы возбудить уголовное дело и опять же немножко вы путаете потому что он как мне кажется вот эти прокурор у них наделен полномочиями по углу профессионального кодекса возбуждать уголовные дела понимаете вот возбуждает уголовные дела сотрудники в данном случае полиции по такой категории дел направить соответствующий документ может сотрудникам полиции для того чтобы для рекомендовать возбудить уголовное дело вы же вправе это сделать конечно да а почему вы этого не делали вот этот ключевой момент там с явно видно при таком количестве это не да не недовольны клиенты это конкретно пострадавшие от мошеннических здесь как раз речь может и о том что его их много да первое огромное количество все именно поэтому это которые известны их на самом деле гораздо больше да да возможно их гораздо больше никто не спорит не в каждом материале еще только если отдельно рассматривать каждый материал что я говорил вам в общем-то нашу целью не в каждом материале можно было говорить сразу же вот здесь признаки преступления там лучше меня знаете да как там составлялись договоры анализ правой ситуации они на себя брали такую обязанность по договору провести анализ правой ситуации написание жалоб там какие-то конкретные органы и в итоге значит по результатам убрать брали даже многие из этих материалов и на обращался на себя внимание тот факт что анализ правой ситуации понятие достаточно размытая да согласитесь сложно говорить предмет договора прописан одинаково я сейчас не говорю что да я понимаю что мы не нападаем вы же прекрасно понимаете что абсолютно все под копирку всех одна и та же ситуация одни и те же слова одни и те же формулировки все тоже поэтому если в совокупности если взять такое количество обратившихся ну как здесь не возбудить уголовное дело именно поэтому отчасти даже из-за того чтобы поэтому по и этим конторам да по импрезе правоведу там правед перфекты сфер закона в том эти три на слуху именно потому что отчасти по ним кучу было обращений вот мы собрались вместе сотрудниками полиции обсудили этот вопрос и решили что верно будет правильный уголовное дело возбудить прошу прощения перебью вас а когда же вы собрались в прошлом по моему девятнадцатом да да не по моему . а почему вы это я вас нужно зрели и возбудили смотрите какая ситуация я вот у вас был два раза был у вас два раза был у жузева вы меня отговаривали ну еще норме я получается урок я была честная снял будет меня подаваться я смотрю вопрос если вы если вы хотите на данные они я знаете что я просто на следующий понедельник еще раз придет зрение потерпевшим почему потому что когда мои слова против ваших слов как-то несущественно когда будет еще два-три человека вот они скажут что то же самое господин чербаков разговаривал нас тоже но скажите пожалуйста я вот 11 месяцев ноги бел вот и во вторник я записываю гулягину я сейчас не готов ответить какое-то число было во вторник ему записывать а в четверг возбуждает уголовное дело а понедельник я уже прикажу к нему на личный прием вы тут не нахуй не находите не какой-то как там у стран я же говорю я держу говорю о том что действительно по трем этим конторам да куча материалов куча проверки я прошу прощения с подумали смотрите так вы собрались вы собрались подумали решили так а почему нельзя было это раньше делать почему вы после двух лет этого не сделали они занимались там шестнадцатый год у них там был праве 36 в семнадцатом году у них была и прореза и это же работает одна и та же организации возможно это можно было раньше сделать да никто не возможно или можно или необходимо было сделать я во первых подавляющий период времени которые если вы вы жилищный пример правильный не будучи сотрудниками хотели жюзи вопроса на его нет смотрите говоря конкретно проверяя далеко не все время даже работал прокурору ленинского района на этой должности сколько эти которые работали вот я никого опять же еще не были просто объясняю ситуацию вот что она не столь проста как кажется там же материал не только ваш повторюсь куча потерпевших некоторых материалов мы смотрим на те обязательства которые не взяли на себя в договоре и мы понимаем материал то что они выполнили дадишь вы как бы как бы отвечали а там есть в городе просто анализ правой ситуации опрашивают представителя он провел этот анализ собственно говоря написать жалобу там у кого какие вопросы условно пенсии данного вопросам написать жалобу пенсионный фонд прокуратуру такого-то района еще нет я не хочу это сказать и потому что все возбуждено уголовное дело вы с какого времени работают да какая разница кубри не работают тоже совместитель я работаю с 2019 скажите сколько человек должно быть пострадавших для возбуждения уголовного дела вот по так вот по таким мошенникам сколько вы даже его количество сколько смотрите то есть может даже от одного возбудиться правильно я понимаю в теории дамы по по одному минимально я больше сложно сказать но вот здесь возбудили исходя из того что много потерпевших правильно я понимаю в том числе скажите сколько действительно смотреть но у всех одинаковая ситуация обстоятельства очень сложно именно поэтому возможно дело что схожи и все остались недовольны так вот сколько человек должно быть 10 20 30 105 человек сколько должно быть не нет такого абсолютно просто эта ситуация она обратила на себя внимание вот мы полить вы нас вот выбрали обсуд сказал оборотил на себя внимание то есть тогда когда обратятность на на себя внимание со стороны общественности со стороны смело до происходит какое-то движение нет она в рты всеми не только общественности осуществляется текущий прокурорский надзор каждый материал проверки dere savez поэтому они могут эти решения в отказе ослуживовор на дело он в прокуратуре Ленинского района проверяется. Каждый, без исключения. То есть Перфета еще же, я думаю, представляете, масштаба немножко другой, как бы там же, не только Перфета. И когда даже любой сотрудник, проверяющий по сравнению об отказе, возбуждение уголовного дела, видит, что там через 5-6 попадается Перфета, правовед, там, сфера законов. И поэтому, вот лично в то время, пока я работал, да, здесь, ну, где-то, наверное, работал на этой должности, да, с этим направлением. Ну да, где-то, наверное, на протяжении года действительно, может, поменьше, но мы видели, как бы, эти обращения. В итоге приняли решение, действительно, уголовное дело это возбудить. Настояли на этом, поговорили с сотрудниками полиции. И, там, вы считаете, мои действия в чем-то неправильные, я ни в коем случае не могу поговорить ваше дело. Поймите, вы же, я-то, вы будете представлять тоже интересы в общественности. Нет, я же говорю со всеми, поэтому я к вам тоже обращаюсь. А Бахметьево к вам относится территориально? Нет, не относится. Это МВД по городу Воронежа. Вот, смотрите, нет, район Тлининский. Район Ленинский, правильно? Сейчас по территориальным делениям это относится к МВД России по городу Воронежа, не к УП-8, не к Ленинске. Понял, но, тем не менее, как бы, это ваша территория, правильно? А, сейчас вы говорите, наверное, сейчас, если не ошибаюсь, это советский район, вот та часть Бахметьева, где сейчас... Бахметьево-1. Там какая-то схожая Бахметьево, там четная страна, по-моему, Ленинская, ну, это советская. Советская. Ну, выясняли вопрос, но он уже задавался. По поводу чего? По поводу нашей территории или нет. На Бахметьево существует какая-то очень схожая... Да и там существуют не схожие, а те же самые лица, зарегистрировано новое юридическое лицо. Вот у меня странно вообще. Вы знаете, сколько людей, которые ко мне только обратились, которые направлял в отдел полиции? Их, вот, по моим подсчетам, уже больше 20 человек. Вот скажите, этого недостаточно для возбуждения уголовного дела по новому вот этому адресу, где эти же мошенники осуществляют деятельность? То же самое, я думаю, достаточно. Сейчас в этой ситуации, когда мы... Так, всем отказывают от возбуждения уголовного дела. Мы почему сейчас решили дальше продолжить? Нам стало известно... А, кажется, кто? П-8 по Ленинскому району? Ну, непосредственно, кто у нас там? Ленинский, а не Ленинский? Нет, с собой у меня нету, к сожалению. Поймите, Сангланд, вы с моим действием, может быть, и согласны, там все равно, но мы на одной с вами стороне, в данной ситуации с вами... Я прошу прощения, я думаю, что на тот момент вы были с нами... Вы часто меня перебиваете, вы же попросили, вас не перебивать там. Я же попросил прощения, а вы перебиваете. Да нет, 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 просто. Смотрите, если на территории Ленинского района существует эта же организация, и сейчас они продолжаются, те же самые действия выносят в постановление об отказе возбуждения уголовного дела, вот, я вас уверяю, что мы добьемся мерами реагирования возбуждения дела. Но вот вам сейчас стало известно о том, что происходит все то же самое, только по другому адресу. Даже если это советский район, скажите, вы со своей стороны вы можете направить, вот мы официально к вам обращаемся устно, о том, чтобы вы, значит, осуществили мероприятие по уведомлению данного прокурора района, уведомите, чтобы они со своей стороны посодействовали возбуждению уголовного дела. Да, по поводу чего мы разговариваем, да, по поводу уголовного дела, вот, что вам сказать, тут нужно, к сожалению, набраться терпения, потому что уголовное дело представляет, опять же, не все могу рассказать, огромную сложность в расследовании. По количеству потерпевших, там вот, причем там дела сейчас, наверное, знаете, соединены, там и Ленинский район, где они еще были, Железнодорожный район, Центральный район, да, А, наверное, с вами, да, эта история была? Да, 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 на Алексеевском 18. Поэтому количество потерпевших там перевалило за 500, по-моему. Да, так вот. Представьте, просто их допросить, громадами врата. Так они осуждают дальше свою деятельность. Неужели нельзя их организовать настолько быстро, чтобы их, пойдем с первой, закрыть до суда, потому что они дальше будут осуществлять свою деятельность. Они бесстрашные. А люди страдают. Я, к сожалению, забыл их в фамилии. Пастухов там. Самый такой, Пастухов. Пастухов, да, пока давайте презумпцию не забывать. У него сейчас статуса нет по этим делу, какого бы то ни было. Вот. Вот в том-то и дело, что он должен быть. Вот. Еще я вас могу, можете мне верить, может нет, могу вас заверить, что это дело на строжайшем вообще контроле прокуратуры области. Вот. Но оно действительно очень сложное. Вот. Поскольку чем вот сейчас можно доказывать чью-либо вину, если оно вообще когда-то будет доказано, да, первое самое, что вижу я, это то, что огромное количество людей недовольны услугами одних и тех же людей, да. То есть, ну, случайности это, конечно же, быть не может. В любом случае. Я скажу больше, люди там работают, ранее судимые по аналогичным преступлениям, за мошенничество. Ранее судимые. А что касается железнодорожного района, ЮАР, фирма, там фигурирует Билан, это обратно же мной была предоставлена информация, обратно же я писал заявление сюда, на Краснознамину на 16, они передавали на железнодорожный район, и у меня есть, я сейчас просто не подготовлен, у меня есть отписки железнодорожного района, чтобы отказать о возбуждении уголовного дела, и их решение, их постановление подказать о возбуждении уголовного дела, я же обжаловал, то же 16, как и ваше решение. И вот это все, оно чуть-чуть закрутилось. Это получается, люди, самые потерпевшие, должны проводить работу, должны заниматься прокурорской работой. То есть, здесь они... Убежать прокурора, что есть состав преступления. То есть, здесь они 4 года проработали, так, 500 человек. Все правильно, вы говорите, сейчас в железнодорожном районе, да, продолжается... Нет, сейчас продолжается на Бахмете. Вот там ООО, Авелон, то же самое, фирма открыта на какого-то, на какое-то лицо, какой-то, некий, восточной, там, национальности. По поводу этого, извиняюсь, я вам гарантирую, что мы разберемся. Вот вопрос вставал недели 3 назад, мне уточнялись про прокурор области, назывался адрес на Бахмете. Так они среди московской 6А осуществляли тоже, сейчас они вроде как прикрылись. А там говорили, что они продолжают осуществлять свою деятельность. Мы по этому адресу узнавали, вот помните мне, что это был советский район. Давайте уточним, они же могут менять адреса, все это как-то. Каким образом? Там сложность же в том, что вот эти организации, они оформили были, я думаю, это знаете, на лица, которые не имеют никакого отношения вообще. Так вот же почему у вас под носом, у вас под носом, они работали 4 года. Я приходил к вам 2 раза, приходил к Жузе, почему не было никаких мер принятых? 4 года у вас под носом занимались. Если бы они занимались годы, никаких вопросов не было. Я с вами вообще во всем согласен, ситуация-то нужна. Прямо того, что я кого-то отговаривал писать заявление. Вот это меня, конечно, удивляет, поскольку я больше скажу. Я найду время, мы придем в понедельник с другими потерпевшими. Если ваша слова для вас не авторитет, я приведу еще 2, 3, 5. Я скажу просто, понимаете, что обидно слышать, что вы от кого-то там отговаривали, вот вы там пишете часто, вы препятствовали возбуждению уголовного дела. Да, я часто пишу, я пишу по 2-3 раза. Это ваше право. Вы согласны, если бы не моя инициатива, если бы я не собрал всех потерпевших, они бы и дальше там работали? Где там? На куколки на 11. Это уже здесь, уже вплоть до того, уже лично, я разговаривал как с вами, с прокурором. Не буду сейчас спорить, но по-моему, когда возбуждалось уголовное дело, они уже не работали, не были на Алексеевском. Такое ощущение, что их кто-то уже предупредил, что ребята, надо валить. как будто их там крышует кто-то. Не может сотрудник прокуратуры на зарплате сидеть? Такое не может быть? Нет? Но я очень надеюсь на это. Я говорю, обидно слышать, что мы кого-то... Обидно, что слышать? Кого-то там отговаривают. Так я вас не приметал. Я вас не приметал. Не даем возбуждать, а кого-то не возбуждать. Это ситуация давно известна. Возбудилась, я сделал, наверное, не современно, да. Ну, красиво снимаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!